Здравствуйте, меня зовут Павел Белов, я декан физико-технического факультета университета ИТМО. Если вы смотрите это видео, значит вы решили стать сотрудником этого факультета. Мы с коллегами сегодня хотим рассказать вам про наши принципы и ценности, которые сформировались на факультете за время его существования, которых мы придерживаемся и которые помогают нам работать в науке на высоком уровне и готовить новое поколение молодых перспективных ученых. Главной ценностью нашего факультета является наш коллектив, то есть все те люди, которые работают на факультете и та атмосфера, которая царит между этими людьми. Мы стараемся поддерживать дружественные отношения и дружественную атмосферу в коллективе. Это позволяет нам решать крупные задачи, вести крупные проекты и генерировать новые идеи. На самом деле это крайне важно для коллектива иметь команду. И вот этот командный дух, который у нас царит, позволяет нам двигаться дальше. Дело каждого работника факультета очень важно для нас, независимо от должности или статуса. Студенты и профессора обсуждают научные проблемы наравне, потому что есть много вещей, которым и профессорам можно поучиться у студентов, и студентов, естественно, у профессоров. На факультете царит уважение, независимо от рангов и должностей. Работа в команде позволяет нам эффективно расти. Мы понимаем, что общий успех – это успех каждого из нас. Мы строим нашу работу на принципы взаимовыручки, взаимопомощи и на том, что умеем слушать друг друга. Да, мы очень любим дискуссии, но это единственный способ находить решение проблем. Так что давайте вперед! Мы ценим личностный рост каждого сотрудника. У нас есть все условия для профессионального развития. На факультете поддерживается как вертикальный, так и горизонтальный рост. Что такое вертикальный рост? Вертикальный – это когда вы приходите на факультет студентом, дальше вы в процессе заканчиваете магистрский диплом, аспирантуру, становитесь научным сотрудником, и в какой-то момент вы выигрываете набор грантов, формируете свою научную группу и становитесь руководителем научной группы. С точки зрения горизонтального роста – это когда вы, допустим, начали заниматься научной деятельностью в области фундаментальной науки, и в какой-то момент вы переключились на прикладную деятельность и начали взаимодействовать с компаниями и сменили фокус на создание реальных устройств. Либо же, если вы пришли на факультет и начали заниматься созданием, допустим, научных мероприятий и организации различных конференций, в какой-то момент вы можете начать заниматься еще и поиском перспективных сотрудников. Все, кто занимаются наукой на факультете, сами вправе выбрать себе вектор исследований и сами ставят себе интересные исследовательские задачи. Такой подход позволяет квалифицированным ученым не допускать периодов стагнации или выгорания, а молодым исследователям, студентам, аспирантам приобретать опыт и развиваться в условиях высокой конкуренции. В процессе непрерывной творческой работы мы публикуем ощутимые результаты и публикуемых в высокорейтинговых журналах. Не скроем, что признание международного научного сообщества и наших коллег, как России, так или за рубежом, как нельзя лучше мотивировать нас на новые свершения и увеличивает профессиональную значимость каждого из нас. Академическая мобильность является неотъемлемой частью современного исследовательского мира, поскольку наиболее выдающиеся научные результаты, как правило, получаются в рамках тесного сотрудничества нескольких научных групп. Поэтому наши сотрудники регулярно выезжают за рубеж и для прохождения стажировок ведущих в международных научно-исследовательских центрах. С другой стороны, мы всегда также рады видеть зарубежных коллег и коллег из российских университетов у нас на факультете. Они активно участвуют в рамках семинаров, проводят совместные исследования, участвуют в образовательном процессе, а также инициируют новые научно-исследовательские проекты. У нас всегда открыты новые позиции, к нам ежегодно устраиваются студенты, аспиранты, молодые ученые, а также и опытные исследователи. Карьера ученого неотъемлемо связана с передвижениями академической мобильностью и получением нового опыта. Поэтому, если кто-то из наших сотрудников хочет сменить место работы, получить этот опыт в других местах, в международных исследовательских центрах, мы с пониманием относимся к этому и всегда помогаем найти подходящую позицию. Мы также активно участвуем в международных и всероссийских конференциях, поскольку нам важно быть в курсе последних событий, а также представлять свои результаты на российской и международной аренах. Одним из важнейших принципов работы на факультете является экономическая стабильность. Из этого принципа мы можем позволить себе на факультете иметь самые высококвалифицированные кадры, которые с удовольствием работают у нас. Мы все вместе выигрываем много крупных грантов, которые формируют бюджет нашего факультета. Дальше мы его вместе тратим на закупку оборудования, создание условий работы на факультете, а также, что очень важно, на конкурентоспособные заработные платы. Всего пару лет назад мы стали факультетом. Сейчас на факультете реализуется одна бакалаврская и несколько магистрских программ. Практически все сотрудники факультета являются преподавателями на наших программах. Наши студенты это те люди, с которыми будем работать на равных уже через несколько лет и решать новые сложные задачи. Поэтому сейчас мы создаем все условия, чтобы им было комфортно и интересно учиться. Мы и сами всегда учимся, участвуем в конференциях, проводим семинары, школы, мастер-классы. При этом считаем важно узнавать не только что-то новое в науке, но и развиваться личностно. Мы ценим цельную стремленность, нестандартное мышление и высокую степень самоорганизации. У всех на факультете, включая студентов, есть карл-бланш на реализацию самых сумасшедших идей. На нашем факультете созданы комфортные условия для рабочего процесса. Это помещения с современным хорошим ремонтом, оборудование и материалы, необходимые для проведения исследований, высокопроизводительные расчетные станции с лицензионным программным обеспечением. Мы ценим самоорганизацию и инициативность. Мы соблюдаем порядок и чистоту вокруг себя, предлагаем решения по улучшению рабочего процесса и берем ответственность за решение возникающих проблем на себя. Мы очень любим баланс между работой и отдыхом. Вместе с коллегами мы играем в липол, выезжаем на природу, проходим квесты и организовываем незабываемые корпоративные мероприятия. У нас на факультете существует система оценки деятельности каждого конкретного человека и планирования. Каждые полгода проходится процедура, которая называется appraisal. На этой процедуре руководители и сотрудник садятся вместе, определяют какие-то глобальные цели задачи на следующие полгода, определяют стратегию, которая позволит достичь этих целей и задач, а также определяют показатели эффективности, показатели выполнения, которые позволят оценить данную деятельность, которые называются KPI. По сути, вот эти показатели, они являются такой хорошей системой, которая позволяет не только произвести объективную оценку достижения человека, но также позволит скорректировать вектор развития и интегрировать работу данного человека в большую глобальную цель, миссию факультета. В нашей команде есть коллеги, которые не занимаются наукой, но помогают факультету быстро и эффективно развиваться. Эти люди выполняют основную часть административных задач. Сопровождают гранты, оформляют командировки, организуют закупки. Они ищут талантливых студентов и сотрудников, организуют профессиональные мероприятия и продвигают наши достижения в обществе. Такое разделение труда позволяет научным сотрудникам и преподавателям больше времени посвящать науке и образованию. Мы считаем важным быть открытыми в том, что мы делаем, и продвигать ценность научного знания среди широкой общественности. Мы часто рассказываем о нашей работе в СМИ, ведем научно-популярные лекции, участвуем в интервью, дискуссиях и сами ведем блог. Конечно, нам очень приятно видеть отклик этой широкой аудитории от школьников, студентов и даже бизнесменов. Тогда мы понимаем, что все, что мы делаем, очень важно и полезно. Средства массовой информации и медиа в целом помогают нам не только популяризировать науку как таковую, но и привлекать внимание крупных коммерческих компаний, вести диалог с исследователями из соседних областей и, конечно же, находить единомышленников. Все ценности и принципы, про которые мы сегодня говорили, составляют основу работы на нашем факультете. И мы надеемся, что все работники будут их с нами разделять. Ну, а те, кто их не разделяется, тем с нами не по пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова